Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии дождь, в горах со снегом, местами сильные осадки. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,5. В горах до минус 5, днём плюс 7, плюс 12. И местами минус 1, плюс 4. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днём дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 4. Днём 10-12 градусов тепла. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. О том, когда был учреждён этот день, каковы итоги работы надзорного ведомства по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства в текущем году, о количестве выявленных нарушений и какие меры в борьбе с коррупцией наиболее эффективны. В эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства противодействия коррупции Радмир Баташев. Доброе утро всем. Доброе утро, Радмир Казбекович. Доброе утро. Благодарю вас за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Радмир Казбекович, сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Хотелось бы узнать итоги, какие в текущем году борьбы с коррупцией и когда был учреждён этот праздник. Сразу отвечая на данный вопрос, я поясню, что в 2003 году в городе Мерида, это Мексика, на конференции высокого уровня была открыта конвенция для подписания, согласно которой говорилось о том, что преступления, уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств с участием должностных лиц, по фактам взяточества признавались как преступления коррупционной направленности. То есть государство, которое подписало данную конференцию, обязано было признать данные факты. И, безусловно, Российская Федерация, одна из первых государств, понимая при этом, что ни одно государство, ни одно общество не обладает иммунитетом против коррупции, подписала данную конвенцию. Мы все прекрасно понимаем, что коррупция в общем является общим взлом, помимо того, что влечёт нарушение действующего законодательства, оно также и тормозит развитие государственных процессов. К примеру, экономическое развитие, вводит определённые нестабильности в социальной сфере, подрывает доверие к власти. И с учётом действующего федерального законодательства, в части реализации антикоррупционного законодательства органам прокуратуры Российской Федерации, безусловно, отведена центральная роль. И с учётом этого, мне хотелось бы поделиться, довести до сведения телезрителей о проводимой безусловно работе органов прокуратуры в данном направлении. Во исполнении национального плана противодействия коррупции, национальной стратегии противодействия коррупции, указов, распоряжений, приказов генерального прокурора Российской Федерации, органами прокуратуры, проводится определённая работа по надзору за исполнение законодательства о противодействии коррупции. Вот за истекший период текущего года прокурорами выявлено свыше трёх тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. В целях их устранения внесено 1400 актов прокурорского реагирования. Более 500 должностных лиц, это органов государственной власти, муниципалитетов, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Следственными органами республики по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел. В текущем году выявлялись такие нарушения, как предоставление недостоверных сведений о доходах, недекларирование доходов, непринятие мер по возможности возникновения конфликта интересов. В качестве примера могу привести, что на сегодняшний день по актам прокурорского реагирования у 8 должных лиц, замещающих должность в органах местного управления, досрочно прекращены полномочия. Одним из серьезных нарушений антикоррупционного законодательства является непринятие мер по возможности возникновения конфликта интересов на службе, в организациях, учреждениях государственного сектора. Прокурорами выявлено более 10 таких факторов в текущем году. К примеру, один из руководителей городских округов в нашей республике не принимал надлежащих мер в части взыскания арендной платы за использование данным лицом муниципального земельного участка, арендодатором, который приходился родственникам данным должностному лицу. В части проводимой работы соблюдения законодательства закупок товаров, работу, услуг, обеспечения государством и муниципальных нужд, хотелось бы отметить, что прокурорами выявлено свыше 100 нарушений данного законодательства. Принесено 40 протестов на правовые акты, которые рассмотрены, удовлетворены. По результатам проверок, проведенных прокурорами, возбуждены два уголовных дела в данной сфере правоотношений. Также в качестве примера могу привести одно уголовное дело, это когда руководители коммерческих учреждений, хочу отметить, что будучи аффилированными, нарушение прав неопределенного округа лиц, то есть нарушая права других руководителей коммерческих учреждений, не давая им возможность принять участие в конкурсе, аукционе, заключали контракты. И вот в нарушении действующего антимонопольного законодательства общая сумма выгода от данных неправомерных действий у них составила сумма 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Так это тоже считается коррупцией? Безусловно, безусловно. Это злоупотребление своими полномочиями руководителями коммерческих учреждений. Радмир Казбикович, но 3000, это же большая цифра для Карачаева-Черкесии? Я бы сказал, да. Для Карачаева-Черкесии с учетом количества должностных лиц органов государственной власти, муниципалитетов, это довольно значимая цифра. Что касается закупок товаров, в последующем мне бы хотелось бы отметить еще одно направление прокурорской деятельности. Это в соответствии с действующим законодательством прокуроры проводят антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов органов государственной власти, муниципалитетов на наличие коррупционных факторов. По результатам проверено на сегодняшний день свыше 1500 нормативно-правовых актов и столько же их проектов, выявлено 223 коррупционных фактора, которые в той или иной мере нарушали права граждан, создавали определенные дополнительно административные барьеры. Безусловно, акты прокурорского реагирования, они все удовлетворены, коррупционные факторы с нормативных правов исключены. Также, в качестве примера, хотел бы отметить постановление правительства республики, которое регламентировало часть выдачи руководителям крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям. Но тут все сферы затрагиваются. Безусловно. Скажите, пожалуйста, какие меры вы считаете наиболее эффективными? Наиболее эффективным, знаете, я могу сказать уже традиционно даже при каждом своем выступлении пытаюсь довести до сведений слушателей, что одних законодательных запретов в части минимизации коррупционных проявлений недостаточно. И поэтому действующее федеральное законодательство в первую очередь говорит о профилактике коррупции. Поэтому не только работа органов прокуратуры, правоохранительных органов, контролирующих органов, эту работу нужно проводить в комплексе, совместно с обществами, правоохранительными органами. Радмир Казбекович, и все-таки, вот ответьте, вы искренне считаете, что коррупцию можно победить? Я считаю, и отталкиваясь от точки нормы закона, я считаю, что ее вполне возможно минимизировать. Но в данном случае, я еще раз повторюсь, что не только силами правоохранительных органов, а всего общества. И само действующее законодательство в первую очередь говорит не о победе, а о минимизации их проявлений, коррупционных проявлений. Это вполне возможно. Конечно, мы будем на это надеяться. Все-таки это неправильно. Поэтому Международный день борьбы с коррупцией. Я вам желаю поменьше работы и благодарю за участие в нашей программе. Спасибо большое. Спасибо. В Черкесске прошел очный этап. Всероссийского образовательного курса по настольной игре «Путь в НКО от активиста к эксперту». Организатором мероприятия выступило Министерство молодежной политики. В увлекательной форме участники тренинга овладели методикой проведения обучающих сессий на примере представленной игры. Подробности расскажет Мураджен Кезов. То есть где на уровне региона есть такие структуры, интернет-порталы, которые решают проблему. Вот вы увидели в городе проблему, что делать? Вообще любую. Ну в городе любую. Необычный формат работы направлен на оказание помощи некоммерческим организациям, реализующим те или иные проекты в образовании, культуре, науке и других сферах. Сегодня совместно с Министерством по делам молодежи Карачаевской республики мы решили впервые на территории Кавказа провести такую интерактивную игру, настольную игру, называется «Путь в НКО», которая позволяет наладить взаимодействие, наладить контакт между представителями ресурсных центров, некоммерческих организаций, органов власти и представителем средств массовой информации непосредственно на поле гражданской активности, на поле общественной деятельности, рассказать где-то о своей деятельности, о своих проектах, может быть, о тех трудностях, которые они сталкиваются в работе и совместно найти пути решения для более эффективного социально-экономического развития региона. Благодаря игровой механике представители НКО смогут погрузиться в проектную деятельность, на жизненных примерах разобраться в тонкостях работы некоммерческого сектора, на опыте коллег узнать о взаимодействии различных секторов. Игра для нас это что-то новое, но мы понимаем, что со всем этим мы сталкиваемся ежедневно в своей работе в некоммерческих организациях, благотворительных фондах, и очень интересно послушать и посмотреть на практику не только свою со стороны, но и своих коллег. Многие ребята, они даже не представляют, насколько важно заниматься такими, делами, чтобы привлечь их внимание, организована данная игра. Через игру просто будет намного легче привлекать молодежь в данную сферу. В ближайшее время эксперты, закончившие обучение в рамках образовательного курса, проведут игровые сессии в своих коллективах. В Ганачхирском ущелье есть небольшое озеро, где водится много форели. Оттого в народе его чаще называют «форелевое озеро». И в Дамбае это отдельная достопримечательность. Вот только приезжают сюда не рыбачить, а знакомиться с природой. С карачаевского озеро Туманлыкёль переводится как «туманное». Оно расположено на высоте 1850 метров над уровнем моря в Дамбае. Глубина водоема около 4 метров, а вода к середине лета здесь прогревается примерно до 20 градусов тепла. В окрестностях поселка это чуть ли не единственное озеро в горах, куда принято добираться на машинах, а не пешком, потому что есть асфальтированная дорога. Подробнее об этом красивом озере расскажет Алла Динаева. Живописное Гунащирское ущелье между Тибирдой и Дамбаем. Манят людей разнообразными пейзажами и увидевшие эту красоту один раз, обязательно сюда вернется снова. Здесь проходила древняя дорога. Нагромождение этих камней напоминают они и сегодня. Об интересных этих и других исторических фактах поведал нам житель Тибирды Альбек Аджиев. Этот путь, конечно, с незапамятных времен известен был. Со времен великого греческого истории Костробона, когда он описывает эту дорогу торговлю золотым руном. Это вымытое в наших чистых водах. Отсутствие солей благоприятствует мытью шерсти. И поэтому шерсть, добытая здесь, она ценилась на рынках Византии, Турции. Тогда это едино было в Греции, поэтому упоминания у историки находят об этом пути. Если взять ближе к нашим временам, то в 1876 году, во время русско-турецкой войны, эта дорога была актуальна, рассказывает Альбек Махмудович. А после победы русских войск над Баталбеем этот путь сыграл большую роль, но тогда дорога была конновьючная, а необходимо была уже конноколесная. Взялись за постройку Суходольский и Даль. Они начали эту дорогу строить и практически через 10 лет, на год раньше планированно, дорога была сдана. И князь Голицын, желая придать официальному открытию и приурочить это к названию «Военно-Сухумская дорога», поручил Драгунскому полку перейти через Клухорский перевал. Что было и сделано. И с тех пор дорога получила название «Военная-Сухумская дорога». Этот путь в различные времена назывался по-разному. Остатки древней дороги четко видны и сейчас. Кое-где она переключается на уровень современной нынешней дороги. Но этот путь актуальным был всегда. В 1926 году 330 туристов впервые прошли через Гоночхирское ущелье. И этот перевал, что стало началом действия известного 43-го туристического маршрута, который назывался «Через горы к морю» и действовал в советское время. Завершается та древняя дорога с выходом вот на эту точку. Если брать геодезически, то та дорога потихонечку выходила на нет, где сделана вот сейчас нынешняя современная дорога. Во время Великой Отечественной войны немцы планировали воспользоваться этой дорогой. Ну, немножко расширили, приспособили под себя немцы. Но так они и не воспользовались, конечно же, этой дорогой. Были сброшены с перевала Кавказа уже 12 января 43-го года. Не осталось никого, кто бы мог о чем-то мечтать о переходе. А сейчас о Великой Отечественной войне в Гоносчирском ущелье напоминают две опорные стенки у дороги, возведенные в послевоенные годы. Уже военнопленные. В том виде, в котором мы сейчас видим, военнопленные дивизии «Эдельвейс» немецкие. В основном это были офицеры. И, надо сказать, к работе своей относились довольно честно. Угол наклона стенки рассчитан по инженерным расчетам. До сих пор ни одного камня из этой опоры не вывалилось. Как видите, прошло уже более 75 лет. Дорога в хорошем состоянии. А точнее, ее опорные части. А завершили уже в 50-х годах. Начало 50-х годах. Дело в том, что после того, как их немцев первыми отправили отсюда, но до 50-49 года они работали. Далее этот путь ведет к Туманному озеру, а по дороге встречаешь гостей, приехавших из разных уголков страны, чтобы увидеть своими глазами это великолепие. Виды. Замечательные виды здесь. Красота гор, рек, озера и лесов не оставляет никого равнодушным. Конечно, очень потрясающие даже. Невозможно это описать словами. Мы много фотографируем, но ни одна фотография не передает всю красоту, которую ты видишь очевидно своими глазами. Хочется часами просто сидеть, любоваться, замерев, молча. Ну вот, прямо сердце замирает, дыхание тоже учащается. В общем, очень все красиво и здорово. На высоте 1850 метров над уровнем моря расположено озеро Тубан-Лыкёль, что в переводе с корчевского означает «туманное» и часто оправдывает свое название. Вокруг него на вершинах гнездятся седые облака. Но нам повезло, и в этот день небо было чистым, погода чудесная. А с восхитительной природой художники пишут картины, поэты слагают стихи, воспевают красоту Гуначхирского ущелья и в песнях. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесии, Гуначхирское ущелье. Сегодня день рождения рождественской открытки. Первая открытка появилась в Англии благодаря чиновнику Генри Колу. Которому пришло в голову оригинально поздравить свою семью с Рождеством. И эта идея оказалась чрезвычайно популярна. В России рождественские открытки появились в 90-х годах XIX века. Сначала зарубежные, а затем изданные для России по заказу крупных книжных лавок. Несмотря на то, что сегодня можно отправить открытку по интернету в любую точку мира, а адресат получит ее за считанные минуты, традиция отправлять открытки по почте не только сохранилась, но и снова становится популярной. Давайте-ка запасемся новогодними открытками, чтобы поздравить наших друзей и близких. Тем более, что такие открытки можно не просто купить, а сделать самим. Это совсем не сложно, главное иметь немного вдохновения и свободного времени. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей». Хорошего продолжения дня. До встречи. 10 декабря в 17.15 в прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Архыз-24», «Радио России» и «КЧР-ФМ». Глава Карачаева-Черкесии ответит на вопросы жителей республики. Вы можете задать свой вопрос Рашиду Тимрезову по многоканальному телефону 8 800 222 44. Также присылайте свои видеообращения через WhatsApp по номеру 8 918 710 99 90. Итак, 10 декабря в 17.15 задайте свой вопрос главе республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова